Добрый день, друзья! Сегодня немного необычный ролик. Я хотел бы вас познакомить с достопримечательностью Анапы. Если вы приедете на отдых и вам захочется попробовать натуральное вина, то я вам советую конкретный адрес, где вас не обманут, где вы действительно получите настоящее удовольствие. Это винодельня Валерия Ставровича Асланова в Витязево. Там будут фотографии, указаны на адресе, если вы пожелаете. Вообще виноделов в Анапе человек 10 есть добросовестных. То, что вы видите на улицах, продают из багажника, со всяких разных прилавков. Все это не является вином. С вином вообще проблема на купании. Я вам скажу, что виноградники, начиная от Геленджика и в сторону Сочи, виноград просто вообще не растет. И никакого там натурального вина быть не может. Ну, если только виноделы покупают виноград на Таманском полуострове, в Анапе, привозят туда к себе в Туапсе и перерабатывают. Вот только так. Анапа и Тамань, конечно, это такие виноградные, винодельческие провинции России. И винодельня Старого Грека одна из лучших в Анапе на всей Кубани, во всей России. Сегодня в гостях у Старого Грека Министерство курортов и туризма Краснодарского края проводит информационный тур для журналистов по всем курортам Краснодара, по Черноморскому. Бум! Начались подводья Старого Грека. Стояли бочки, буты и духовые. Здесь происходило брожение вина. И дальше гравитационно вниз опускалось вино уже в бочки на выдержку в подвал. Внизу подвал был построен еще раньше. Подвал был построен в 1857 году. В сегодняшний день есть виноградники, 30 гектаров. На них посажено 30 тысяч саженцев рислинга. Винограду уже 17 лет. И мы ежегодно убираем где-то 300-350 тонн своего винограда. Первое государство, близко к республику, организовал Иван Кубанистук. И он написал первую конституцию для обстрела формы. И вот вы сказали, что это первый завод. Первый завод на какой территории? Витязево. Это было Витязево. Это было всегда Витязево. Основная масса населения, которые здесь проживали, это были греки, русские и немцы. В России очень много немцев всегда проживало. Тоже немцы уехали, но греки и русские остались. Мы запираем виноград непосредственно в ящик. Раньше, когда здесь занимались наши предки виноделем, у них были специальные корзины. И виноград собирался в корзину, но не перегружался. И привозился на завод на подводок. Это медицинская промышленность, это фармацевтика, это перерабатывающая промышленность. Монолитный. Но учитывая наши подпочвенные воды, мы залили его цельно, как бассейн. Очень большая была сделана работа. И потом его полностью отделали натуральным камнем. Это камень, это прессованный керамзит. Глина прессована. В москве специальных форумах мы с ними созванивались. Они нам закладывали партию вот этого камня, прессованного керамзит. То есть здесь все натурально работает. Стеллажи, все сделано из лиственницы. Бочки дубовые, значит, как это все угадали. Мы будем делать виноград из винограда, краснодарского края, топьер виноградов. И мы планируем попробовать 150 бутылок, 200. И учитывая особенков, я знаю, социалистическое виноделие. Все вот это было сначала и до конца. Первые линии розлива у нас были Мелитопольские. Украина выпускала для нас линии розлива, высокомощная машина. И был построен вот этот первый колодец. Ему 200 лет. Когда мы строили здание, мы его не разрушили. Мы часть разобрали колодца. Верхний камень спустили вниз. Вот это один из первых, это самый первый колодец. Храм вы увидите, когда будем выходить. То есть мы его сохранили, мы его почистили. И водичка до сих пор хорошая. Он стоит водой, да. Он стоит водой, вода хорошая, постоянная температура воды. А здесь градусник у нас висит. Будь высокая. Вот мы делаем цифру из винограда сорта Рейсли. Она получается очень дорогой продукт. Но кислотность Рейсли в момент уборки это где-то 9-10 грамм на литр. И вот эта естественная кислотность обеспечивает стабилизацию вина, чтобы она не испортилась до момента перегонки. И вот в нашем храме 12 икон, написанные на ватафеде. На Афоне, в монастыре, с которого приезжали монахи гречи и крестили Русь. То есть исторически вот эта икона в нашем храме, все завязано написано. Прикоснуться, конечно, да. Это на нормальном науке. Значит, вот это вход в подвал. Технологический свитер. В стиле старых красивых подвалов. То есть на расширение. Нет ни одного, ни чего. Для чего это делается? Для того, чтобы не было конденсаторов. Прекрасно понимаешь, что виноград сюда завезен. Ну, хотя считают, что это землянские сорта красностопы, землянские черные, что это их родные сорта пучика. Но магически его все привезли. Это Насандара, да? Нет. Дочка преподаватель. Субтитры создавал DimaTorzok